Северо-корейские военные будут воевать против Украины уже в ноябре. Подробности о плане победы от Зеленского, новости с курского направления и военная помощь от Канады. Это новости сегодня. Меня зовут Ева Николашвили. Добрый день. Северо-корейские военные будут готовы воевать против Украины уже 1 ноября. Об этом заявил глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его данным, сейчас на востоке России проходит подготовка около 11 тысяч КНДРских пехотинцев. Эти бойцы должны быть готовы к ноябрю, а использовать они будут российскую технику и боеприпасы. Буданов также ответил, что первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. О дальнейших планах перемещения остальных северо-корейских войск информация пока отсутствует. Западные чиновники боятся открыто говорить об обмене территорий на членство в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times. По словам главы украинского государства, предложения западных чиновников об обмене территории на членство в НАТО не обсуждались с украинским правительством напрямую. Такие идеи действительно озвучиваются кулуарно, но никто не поднимает этот вопрос именно перед Украиной. По словам Зеленского, такая позиция вредит доверию и требует прозрачного диалога. Также президент Украины добавил, что готов рассматривать мирные предложения от других стран, при условии, что они будут реалистичными и не будут подрывать поддержку Украины. Президент Зеленский представил план победы Украины. В следующем материале мы детально разберем каждый из его пунктов. Расскажем, что осталось в тайных его частях, как истерично на этот план отреагировали в Кремле и что о нем думают мировые лидеры, в частности, в США. Смотрим. На план победы, который презентовал президент Украины Владимир Зеленский, отреагировали в Кремле в лучших традициях российской пропаганды. Российские чиновники действительно боятся, что успешная реализация плана приведет к полному краху России. Этот документ состоит из пяти важных пунктов, первый и главный из которых – это приглашение Украины в Североатлантический альянс. Первый пункт – это приглашение в НАТО. Сейчас. Как отмечает кандидат политических наук и глава Международной ассоциации малых городов Алексей Боряченко, этот пункт вполне реалистичен. Оппозиция Украины стала более конструктивной и понятной для союзников. Впрочем, вопрос принятия Украины в НАТО во время войны остается маловероятным. Украина осознает, что пока не окончится война, скорее всего, что не будет консолидированной позиции всех членов НАТО, чтобы ее туда принять. Поэтому мы говорим, давать вопрос полноценного членства мы действительно готовы будем рассматривать позже. А сейчас для нас чрезвычайно важно было бы получить приглашение. Просто приглашение в НАТО. Второй пункт плана победы касается укрепления украинской обороны. По словам Зеленского, ключ к его реализации – успешное продолжение операции силы обороны на российской территории, чтобы не допустить буферных зон в Украине. В частности, речь идет о курской операции. Она позволяет все-таки держать в тонусе российскую федерацию, перенапрягать как их экономику, так и военный потенциал, тем самым уменьшая с одной стороны давление на Донбасс, а с другой стороны это десакрализирует саму российскую федерацию и Путина. Третий пункт плана сдерживания. Зеленский объяснил, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России. Четвертый пункт касается экономики, а пятый – безопасности. Конечно, это сулит серьезные неприятности для Российской Федерации и реализация такого плана, наполнения этого плана. Потому что там есть и военная компонента, и серьезная политическая компонента. Российские чиновники отреагировали на план победы, используя традиционные кремлевские нарративы. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что план якобы не видел, но его осуждает. Самый план американцев – воевать с нами до последнего украинца. Прокомментировала план победы и рупор Кремля представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что этот план подталкивает НАТО к прямой войне с Россией. Так вот, к озвученному Зеленским тексту. Это, конечно, никакой не план. Это набор бессвязных лозунгов. Он подталкивает НАТОвцев к прямому конфликту с нашей страной. И опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобольного оружия по территории России. Кандидат политических наук Алексей Буряченко отмечает, что такая реакция кремлевских чиновников вовсе не удивительна. Реализация пунктов плана ослабит позицию Путина и значительно уменьшит его влияние. Вот этот план победы – это и есть принуждение Российской Федерации к справедливому миру. Поэтому реакция говорящих голов Российской Федерации абсолютно прогнозируема. Ничего конструктивного, конечно же, мы не услышали. В целом, по словам эксперта, план победы вполне реалистичный. Но он предусматривает политическую волю, консолидацию и понимание, что РФ нужно принудить к миру. Только таким образом можно обеспечить безопасность Украины и вместе с тем всего Европейского Союза. Механизированные войска России столкнулись с ограничениями в продвижении из-за плохой погоды в Курской области. Вместо этого они используют небольшие пехотные группы для атаки. Все последние новости с Курского направления фронта в нашем сюжете. В Курской области из-за ухудшения погодных условий усложняется возможность введения боевых действий, убеждены аналитики Института изучения войны. Сообщается, что плохая погода замедляет и затрудняет наступление российских и украинских механизированных сил на украинском выступе в Курской области. Украинский военнослужащий, действующий в Курской области, сообщил, что российские войска атакуют небольшими группами пехоты на боевых машинах-амфибиях, и что проблемы со связью между украинскими подразделениями, возможно, вызванные плохими погодными условиями, могут способствовать российским контратакам в Курской области. По данным собеседника Института изучения войны, нынешнее соотношение украинских и российских сил составляет 1 к 5 военнослужащим. При этом украинские силы продолжают наступать на Курщине. Военнослужащий выразил скептицизм по поводу того, что российские войска начнут наступление на Суджу в ближайшие недели или месяцы, отметив, что плохая погода осложняет усилия России по продвижению по грунтовым дорогам с использованием боевых машин-амфибий. Российские источники также признали, что дождливая и грязная погода осложняет боевые действия для обеих сторон в Курской области, и что российские войска все больше полагаются на артиллерийский огонь. Бывший российский инструктор «Шторм-Зет» и военкор утверждал, что российские войска якобы сначала успешно продвинулись на северо-западном фланге украинского плацдарма в Курской области, но затем остановились и с тех пор не добились значительных успехов. Ситуация в Курской области характеризуется встречным характером боев, то есть попытки российских оккупантов штурмовать позиции вооруженных сил Украины и, соответственно, силы обороны, которые проводят как маневренный характер обороны, так и, соответственно, маневренный характер наступательных действий. 16 октября в украинской армии сообщили, что российские и украинские силы ведут бои за Ольговку и Новоевановку, которые частично находятся под украинским контролем. Несмотря, опять-таки, на победные сообщения российской прессы, официальных представителей, речь идет о Министерстве обороны страны и оккупантов, на данный момент под контролем вооруженных сил Украины находится приблизительно до 900 квадратных километров российской территории. Сейчас российские войска на Курщине применяют ту же тактику выжженной земли, что и на Донбассе. За последние сутки по сообщению Генштаба вооруженных сил Украины по территории контролируемых районах вооруженными силами Украины Курской области было нанесено порядка 20 ударов с использованием ФАП. Также следует отметить, что только за последнюю неделю на Курское направление россияне перебросили порядка 10 тысяч личного состава армии оккупанта. Причем речь идет об элитных, в понимании россиян, подразделениях морской пехоты. Это две бригады морской пехоты, 810 и 155. Умирать к российской элите отправили еще и северокорейских солдат. Их доля – мясные штурмы, либо в Курской, либо в Донецкой области. Насколько их хватит и как будет дальше развиваться ситуация на поле боя, расскажем в сюжете. Канада объявила о поочередном пакете военной помощи. В этот раз Оттава выделит Киеву военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов или около 47 миллионов долларов США, который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и средства защиты. Об этом сообщает Ройтерс. В пакет помощи также входят деньги, которые выделяются на обучение украинских войск. По данным агентства, пакет помощи является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле. Это все, что успеваю вам рассказать по состоянию на эту минуту, но мы не прощаемся. Увидимся с вами через несколько часов в проекте «В тренде». Там расскажу вам о ликвидации лидера Хамаса, о новых заявлениях Лукашенко касательно переговоров, о дно пробивающих умозаключениях спикера Госдумы, а также об ужасном поведении с телами одиноких стариков. Увидимся!